А и В – взаимно простые натуральные числа, и нас интересует множество чисел вида А, X и В, Y, где X и Y не целые, а обязательно целые, не отрицательные. Мы уже знаем, что уравнение А, X плюс В, Y, равное единице имеет решение в целых числах X и Y для взаимно простых А и В. Конечно, они могут быть необязательно положительные. Значит, можно написать вот так вот. И таким образом, взяв достаточно большое N, мы получим здесь положительное число. Очень хорошо. Значит, при помощи такого приема, к X прибавить несколько раз В, а из Y отнять, мы точно можем знать, что вот это число положительное. Замечательно. Более того, мы можем знать, даже не то, что оно положительное, а можем подобрать вот это вот N так, чтобы оно не было бы слишком большим. То есть, чтобы число X было бы больше или равно нуля и меньше, чем B. Потому что если X это B или больше, то мы просто здесь из X вычтем B и Y прибавим. Замечательно. В таком случае, AX будет меньше, чем A умножить на B. Замечательно. И значит, число Y, а ведь смотрите, B, Y это единица минус A, X. Вот здесь вот у нас максимум A, B, да? Поэтому Y не может быть слишком большим. И Y у нас обязательно будет больше, чем минус A. Очень хорошо. Очень хорошо. Теперь такая идея. Давайте-ка мы везде будем интересоваться не числом единица, а числом большим. В таком случае, здесь вот у нас будет большое число, и Y тоже будет положительным. Ну, наверное, с самого начала надо было сказать, что здесь не обязательно единица. Решение для любого целого человека существует. Так вот, давайте сейчас сделаем так, чтобы K было достаточно большим числом. Чтобы это было обязательно положительным. Мы уже знаем, AX это меньше, чем AB. Поэтому, если здесь будет стоять AB, то Y обязательно будет положительным числом. Мы с вами доказали замечательную вещь. Множество M содержит, начиная с некоторого момента, все натуральные числа. Понятно, что отрицательных чисел в множестве M нет. Наверное, имеет смысл для каких-то конкретных чисел, выставленных в самой картине. Скажем, если у A это тройка, B это пятерка. Смотрите, что тогда будет. Число 0 представимо. А я, давайте, а кружочке, ну да, на вводе тоже представимо. 1, 2 не представимо. Тройка представимо. Четверка не представимо. 5 представимо. А вот 7 непредставимо. Придется перечисловить. Я чуть-чуть помещаю. Тройка, шестерка, девятка и так далее представимо. 5 представимо. 3 плюс 5, 8 тоже представимо. 10, это 5 плюс 8, представимо. И вот дальше замечательная вещь. У нас подряд есть три представимых числа. К каждому прибавляем тройку, получаем еще, еще тройку прибавляем. И так до бесконечности. Замечательно. А как выглядят числа непредставимые? Непредставимые. Это единица, двойка, четверка и семерка. Давайте я здесь нарисую такие черточки. Единица, двойка, четверка, семерка. Это непредставимые числа. Ну, а на самом деле еще минус единица и дальше подряд, подряд, подряд метод. Хорошо. А теперь сверху рисую. Вот эти кружочки. Забавные. Если вы так внимательно познакомите, то вы обнаружите интересную вещь. Здесь, не, не вошло, но тем не менее, здесь подряд идут палочки, а вверху здесь подряд идут палочки. Смотрим, сколько, вот если идти здесь, справа налево, пробел в двойку, потом две палочки, опять пробел в величине 2, потом пробел в величине 3. Вот, замечательно. А если идти отсюда, то же самое. То есть, у нас есть замечательное число 3,5. И если относительно этого числа сделать центральную симметрию, то вот эти палочки при центральной симметрии перейдут вот в эти. Интересно, а что такое 3,5 для чисел 3,5? Ну, мне интересно понять, что такое число 7. Число 7 – это наибольшее непредставимое число. Ну, наверное, глядя на эту картинку, невозможно это понять. Но если вы сделаете несколько экспериментов с другими числами, то поймете, если умножить 3 на 5 и вычесть тройку и пятерку, то получается как раз число 7. То есть, максимальное число, которое нельзя представить в виде АИС плюс БИК, не отрицательный ХИК. Это число АВ минус А минус БИК. Вот это нельзя, а любое большее можно. В этой задаче есть два естественных способа решения. Один – геометрический, и вообще, просто надо нарисовать картинку, и все станет абсолютно очевидно. Другой – ауневреческий. И он состоит в том, что надо, что называется, выписывать формулы и их смотреть. Давайте оба эти способа разберем. Ну, наверное, начнем с геометрического, потому что уж очень красивая картинка, и, что называется, и очень короткое решение. Это вот так, а потом как-то можно было сделать, если бы мы не были такие умные. Значит, давайте. Надо представить себе, что такое прямая АХ плюс БИК равно С. Пусть А, Б и С – это конкретные числа. Ну, вот, например, 3Х плюс 4У равняется 5. Как эта прямая выглядит? Ну, понятно, как. Если Х равно 0, то У – это именно 5 четвертых. Если, наоборот, У равно 0, то Х – это 5 третьих. И вот так вот она как-то проходит. Замечательно. Что будет, если написать вместо пятерки шестерку? Ну, получим какую-то параллельную прямую. Семерку. Получим какую-то прямую. Четверку. Получим еще прямую. Я не буду вам порисовывать. Главная идея. Есть при постоянных А и В и меняющихся цель система таких вот параллельных расположенных друг отружки на одном и том же состоянии прямых. Так? Так. Отлично. При этом, что нам интересно? Что Х больше или равно 0, или больше или равно 0. Что это такое на картинке? Это вот это, то, что называется первый квадрат. Первый квадратный У. Отлично. И нам интересны целые точки Х и У. Ну, то есть, в принципе, где-то здесь вот, может быть, целая точка. И, что называется, замечательно. В таком случае число С представима в виде АНС плюс БУ, а с целыми неотрицательными Х и У. А вот если где-то напрямую нет целой точки, вернее, как, совсем не быть не может. Но может быть такая неприятность, что целая точка расположена здесь, а следующая целая точка расположена здесь. А вот именно там, где и Х и У не отрицательны, но этого нет. Замечательно. Давайте, давайте тогда подумаем, что мы знаем про вот эти точки. На самом деле очень важную вещь мы знаем. Что если число Х уменьшится на Б, а число У при этом уменьшить на А, то выражение не изменится. Что это такое? Это уменьшить на Б, это значит сдвинуть на Б единиц, на Б единиц влево. К У прибавить А, это просто поднять. То есть, вдоль прямой, вдоль каждой прямой, которая нас интересует, точки расположены вот таким образом. То есть, очень важно понимать, что если у нас есть приравнение, АХ первое плюс Б и У первое равно С, и АХ второе плюс Б и У второе равно С, то когда вы их приравниваете, то получаете, что А умножить на Х первое минус Х второе, это Б, вот знаете, вы их когда приравняли, Х второе перенесли, и У первое перенесли наоборот сюда, умножить на У второе минус У первое. Если числа А и У взаимно просты, то вот это должно делиться на Б, значит, мы это можем, это число обозначим как какой-то там БН, и получаем, что Х первое минус Х второе, это БН. Ну, соответственно, на Б делим, получаем, что У второе минус У первое, это АН. То есть, действительно, вот ровно такой вектор задает в ноль прямой нашей целой точке. Очень хорошо. Мы, соответственно, благодаря тому, что Х в случае чего можно сдвинуть на Б, считать, что все интересующие нас числа Х больше или равны нуля, но при этом меньше Б. Вот она формула, которая, это объясняет. Если вдруг оказалось, что Х это Б или больше, можно уменьшить Х, от этого У только увеличится, значит, у нас ничего такого не произошло. Поэтому я совершенно зря здесь нарисовал до бесконечности. Надо рассмотреть полосу полосу от нуля до Б минус единицы. Вот эти значения, Х, нам интересны. Полоса вот такая. Х от нуля до Б минус единицы. А И по-прежнему любое заднее число. То есть это даже не полоса. Это половина полосы. Такая штука. И смотрите, что у нас есть. Если какая-то точка с целыми координатами вот здесь есть, то соответствующее число предстоит. Пока все понятно. Итак, у нас есть. Давайте нарисую уже. Вот такая фигура. И нас интересуют все точки, удовлетворяющие таким неравенством. Прикладывайте, мы возьмем точку с координатами Б минус один пополам и минус одна вторая. И отразим вот это относительно ее. тогда мы получим такую же фигуру, но только смотрящую вис. Давайте я выпишу правду. Точка, давайте ее обозначим точкой Z, с такими координатами. B минус 1 пополам и минус одна вторая. Что происходит? Левый край переходит в правый, вниз, в следующий край, сюда. Этот отрезок переходит в этот отрезок, на этот переходит в идеальность. Нужно теперь понять, как это будет выписано в виде формулы. А очень просто. Если у вас есть две точки, одна с координатами X1, Y1, другая с координатами X2, Y2, то у вас есть известная формула. Называется расследование афинтическое. Все получили. Середина отрезка задается так. Надо сложить абсциссу, разделить на два. Ну и, соответственно, сложить координаты и разделить на два. Отлично. Значит, X2 это B минус 1 минус X1. А Y2 это минус 1 минус Y1. И вот эти две формулы задают взаимно однозначное соответствие между хорошими точками и плохими. Причем, заметьте, пожалуйста, если X1, Y1 целы, то, соответственно, X2, Y2 целы. И, наоборот. Хорошо. теперь осталось всего лишь умножить вот это равенство на А, вот это равенство на Б и сложить А, X2 плюс B Y2 это А, B минус А, минус B минус А, X1 плюс B, Y1. И значит, что если вот это перенесем налево и разделим пополам, то среднее афилитическое вот этих двух чисел равно половине вот этого числа. А, B минус А, минус B пополам. Ровно то, что я решил. Вот. По-моему, замечательное теоретическое решение просто используется центральную симметрию, когда мы будем доказывать квадратичный закон взаимности, на самом деле картинка будет почти такая же. То есть чуть-чуть будут там чуть-чуть будет отличия, но идея центральной симметрии здесь очень красиво работает, очень понятно. Вероятный способ состоит в том, что мы должны разобрать варианты. Вот представьте себе, есть числа Z1 и Z2 симметричные относительно A, B минус A, минус B, пол. Что значит симметричные? Значит, и среднее афилитическое равно, то есть сумма Z1 и Z2 это A, B минус A, минус A. Мы хотим доказать, что одно из этих чисел предстоим, а другой в каком случае это не так? Либо оба предстоимы, либо оба непредстоимы. Вот этот случай потяжелее, я его потом оставлю, а вот этот совсем простой, поэтому я его написал уже. Господа, представьте себе, что X1, Y1, X2, Y2 неофициальные целые числа и Z1 и Z2 удовлетворяют таким разумом. Оба числа предстоимы. Сложено. И получится вот такое ряду. Перенесем A и B налево, получится, что A, умноженное на X1 плюс X2 плюс 1 плюс B, умноженное на Y1 плюс X2 плюс 1 это A. Но смотрите, A и B у нас взаимно простые. Вот это делится на B, это делится на B, значит, вот это делится на B, и при этом оно не меньше единицы. Значит, вот эта вот скобка больше или равна B, а все произведение не меньше чем A умноженное на B. Точно так же. Это делится на A, это делится на A, значит, это делится на A, значит, это скобка не меньше чем A. Получается, что левая часть не меньше чем 2АВ, а правая часть всего лишь АВ. Все. Это очевидная ситуация, все легко, все смечательно. Теперь давайте разбираться. Пусть числа З1 и З2 не представимы. Ну, вообще-то, в виде АХ1 плюс БУ1 число З1 представим. Просто не удается сделать эти числа оба неотрицательными. Но, хоть как-то в виде, как представим, и вы помните, что можно было к числу З1 прибавить, сколько вы хотите, Б, и, соответственно, из числа У1 вычесть соответствующее количество раз А. И от этого выражение не менялось. Здесь был плюс АВН, здесь минус АВН. Они исчезали. Значит, можно считать, что вот это выражение, так подобрать Н, чтобы вот это выражение было от нуля до БУ1. Давайте я не буду вводить новые буквы, а прямо так и напишу. Вот у меня есть такое выражение, где Х1 больше или равно нуля и меньше, чем Б. Замечательно. Ну, АВН первое, оно отрицательное, потому что не предстоит, да? АВН первое уменьшение. Хорошо. Теперь вспоминаем, что такое З1 плюс З2. Это симметричное. З1 плюс З2, это АВН минус А1. Значит, З2, это вот что такое. АВН минус А минус Б. Ну и дальше. Минус АХ1 минус БЮ1. Так, расписываем теперь это по АВ. То есть А умножить на что? На Б минус Х1 минус АВН. Понятно? Вот все с А я написал. Теперь Б. Минус У1 и минус АВН. Теперь смотрите. Число Б было больше, чем Х1. Поэтому вот эта скобка неотрицательная. Хорошо. Так. Б минус Х1 больше нуля. И что дальше минус? Правильно, а целое число. Когда из целого числа, которое больше нуля, вычитаешь единицу, это великое свойство целых чисел. Из целого числа положить нуля, вычитаешь единицу, получается неотрицательное число. Это больше не равно нуля. Если угодно, вот это не нравится, можно записать так. Х1 не больше, чем В минус 1. Ну и значит, соответственно, В минус 1, В минус Х1 минус 1 больше и равно нуля. Теперь понятно? То же самое. У1 меньше нуля, это можно так записать. У1 не больше, чем минус единица. И значит, минус единица, минус х1 минус 1 тоже больше и равно нуля. Так? Мы сумели представить число Z2 в виде А умножить на целое неотрицательное число, а плюс B умножить на целое неотрицательное число. То есть запомнил. Из того, что Z1 имело плохое представление, представление, где X1 такое, а Е1 меньше нуля, следует, что для Z2 хорошее. А Е1 меньше нуля, а Е1 меньше нуля, а Е1 меньше нуля.